С 24 по 28 марта наш город посетили участники поисково-туристического отряда «Лось» из Москвы. Отряд детский, это школьный отряд, и создавался он как туристический клуб. 17 лет назад мы впервые попали на Смоленскую землю как туристический отряд, то есть приехали в поход на берег реки Ура, это Темкинский район. И там познакомились с Ниной Германовой Куликовских. Сейчас уже известный человек достаточно, знает, что карьеру политическую уже сделала. Но в тот момент действительно она, на наш взгляд, делала очень важную вещь, и сейчас продолжает ее делать, она организовывала поисковый отряд из Смоленщины, так понимаю. Вот знакомство наше с ней, оно, собственно, и послужило отправной точкой для создания именно поискового отряда, как части школьного воспитания детского. Потому что цель была до этого немножечко иная, цель была туристическая деятельность, подготовка детей к полевым условиям, и это очень оказало хорошую помощь нам, потому что мы смогли совместить и туристическую подготовку, и вот такую деятельность, как поисковая работа. Название отряда связано с названием «Место, где живут и учатся ребята». Парк «Лосиный остров», школа номер 760 имени Моресьева. Нашему отряду в этом году уже исполнится 17 лет. Мы создавались на базе школы 760 имени Моресьева. Создателем нашим был, ну, организовал наш отряд, член, Юльников Владимир Владимирович. Понимаем участие в параде на Красной поезде, в Красной Марсе, то есть, совсем не в параде. Вот, снова неделя. Несколько дней московские поисковики знакомились с нашим городом, его достопримечательностями и обменивались опытом с представителями Десногорского поискового движения. В ходе визита гости совершили большую пешую экскурсию по памятным местам Десногорска. Памятник Борису Михайловичу Реве, памятник погибшим морякам-подводникам, аллея трудовой славы, памятный знак всем погибшим в радиационных катастрофах, недавно установленные дерево любви и памятник семье, а также памятный знак «Хлеб нашей памяти». Московская делегация посетила курган славы, возложив цветы и венки, святой источник иконы Казанской Божьей Матери, музей морского собрания. Надо удивить на возможность узнать этих людей, не как мы привыкли в лесу, за общим столом или за общим делом, которое мы делаем, а узнать, как они живут, как простые люди, увидеть их город, увидеть их семьи, посмотреть, как жизнь протекает здесь. Итоги визита по обмену опытом были подведены в музее поискового движения, где присутствовали поисковики Десногорска и Москвы. Мы очень рады приветствовать вас в нашем городе Десногорске. Это молодой город Смоленской области. Как считается, молодой, 40 лет мы будем отличать в этом году нашему городу. Когда было 30-30-летие, 30-5-летие, мы издавали книги. В этих книгах, в фотографиях, в этих текстах рассказывается об истории нашего города, о тех людях, которые строили этот город, которые живут сейчас в этом городе. Поэтому я хотел бы вот эти книги вам передать на память о вашем посещении, о нашем городе. Гостям рассказали о становлении поискового движения в нашем городе, обо всех созданных в Десногорске поисковых отрядах и, конечно же, о достигнутых результатах. Поисковое движение в нашем городе началось с образованием поискового отряда «Обелиск» 22 марта 1999 года. Сейчас нам исполнилось 15 лет. Первым командиром поискового отряда «Обелиск» стал Кашкаров Николай, сейчас отрядом «Коважуя» Решкин Евгений. Потом, по истечении 5 лет, образовался второй отряд «Высота». Думаю, это Нашенко Александр, которого вы все хорошо знали. Сейчас, как уже было сказано в ролике, у нас вообще объединение поисковых отрядов, оно, ну, это вроде как не отряд, это объединение просто. А так, три поисковых отряда. За родину самый молодой поисковый отряд «Высота» и «Обелиск». Как результат работы наших отрядов, вы на Кургане уже были, наверняка, да? Семь профильных звездочек, которые, ну, у поножья Кургана, на могилах бойцов, которых мы поднимали и перезахоронили. Всего у нас на Кургане перезахоронено 843 бойца. 21, 21 фамилию удалось установить и 10 родственников нашли. Для Смоленской области это, ну, эти цифры, они очень такие, довольно-таки большие. Просто, ну, в среднем у нас считается 1 к 100 на 100 бойцов, 1 к 1. Ну, и наш музей образован в основном из экспонатов, которые были найдены в ходе поискового движения, на ватках памяти, ну, и немножко подарков от дружеских отрядов. Затем прошла обзорная экскурсия по музею поискового движения, обмен памятными подарками и сувенирами. Я огромное благодарность хочу вам сказать тем людям, которые организовали нашу поездку. Огромное вам спасибо. Благодарим вас за прекрасную организацию нашей. Спасибо за слова благодарности. Я надеюсь, ну, я вижу, в принципе, что вам понравилось у нас в городе. Ну, мы сделали все, чтобы программа вашего пребывания здесь была, ну, максимально насыщенной. И в свою очередь я еще хотела поблагодарить работников молодежного центра и историко-краеведческого музея, которые, ну, постоянно были эти дни вместе с вами, показывали город, рассказывали, показывали местные достопримечательности и города и окрестностей. И также спасибо руководству и работникам Смоленской атомной станции. В Москве достаточно сложно бывает, потому что вроде город большой, вроде богатый, а помогает мало кто. Поэтому мы стараемся, чтобы дети задействовали были не только в полевых сезонах, но и стараемся принимать мероприятия, которые проводят правительство Москвы. Вот я вам напомню читающий диск. Там как раз наши дети. В торжественном марсе, в марше на Красной площади. Спасибо. И вам как раз в музее из поисковой передаем. И вот здесь информация о нас. И о других тоже детских организациях в Северо-Востоке, в Москве. Мы на самой последней странице. У нас есть очень хороший друг в Москве, Виктор Петрович. Он курирует нашу школу, патриотическую работу. Он уже в возрасте, поэтому в основном занимается тем, что пишет книги. Как, наверное, люди в его возрасте, наверное, многие поступают. Вот на память от него вам, наверное. Самый юный боец отряда лось, учащийся четвертого класса Данила Солодовников, еще не участвовал в поисковых экспедициях. И вахта памяти 2014 года станет для него боевым крещением. А пока он задорно поет и является дипломантом конкурса исполнителей патриотических песен Северо-Восточного округа Москвы. Мастерки и китери на войне, как броня. Я вернусь победителем, ждите дома меня. Не привыкли бояться мы и в окопах дрожать. Наше дело солдатское, мы идем воевать. А пока перекурим и перед боем живем. Удивительно, ну сразу видно, что люди здесь, вот они действительно считают город своим настоящим домом. Не потому, что вот они здесь родились, может быть, многие, да, и продолжают здесь жить, а действительно у них все здесь свое. Своя работа, своя семья. Даже вот название улиц, вот отсутствие, да, вот это настолько потрясающе интересно для нас было. Насколько люди сегодня нам рассказывали про Смоленскую атомную станцию, мы сегодня как раз выезжали. Комитет по делам молодежи с нами очень много общался, и все они называют город своим. Вот, к сожалению, в Москве не все люди могут назвать город своим. Здесь совершенно иная ситуация, и это очень здорово, и вот у меня вызывает просто уважение к городу, на самом деле. Спасибо. Можно сказать, что ваш визит оплодотворный? Да, безусловно. Мы сумели с городом познакомиться и подружиться уже с представителями города. И уже запланировали проведение летней поисковой экспедиции с 1 по 20 июля. Уже точно мы выезжаем. Наши гости договорились провести вместе с отрядом «Высота города Десногорска» летнюю поисковую экспедицию в Ельнинском районе Смоленской области и обсудили предстоящие планы на ближайшее будущее. Ведь торжественные мероприятия по открытию вахты памяти 2014 на Смоленщине пройдут уже 11-12 апреля в Вязьме.